МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо и компания Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Гарматы, перники и самовары. У Тульской области проходит пресс-тур российских и белорусских журналистов. У складе делегации и наш корреспондент Олег Сентюров. Первый в области и третий в Украине. У податковой инспекции по Жлобинскому районе открыли Центр обслугования платежиков. У ГОД НАВУКИ особливая увага высоким технологиям. Областный комитет БРСМ сегодня на конференции у Гомеля обмерковал перспективные накерунки дальнейшей работы. Поэт, сатирк, шоумен и актер. У Гомель приедет Владимир Вишневский. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Тульская область – регион инновацийной активности. Под таким девизом в эти дни проходит пресс-тур российских и белорусских журналистов. Причим займаться инновациями тут планует и в сопротивлении с белорусскими партнерами. Олег Сентюров потекавился планами керавництва машинобудовничьего завода, где разом с военной вырабляется продукция грамадзянского призначения. У Тулы три бренды – самовары, перники и зброя. А тому не вопадково, что пресс-тур почався с наведывания машинобудовничьего завода. Неколи тут вырабляли знакомитые наганы и автоматы Калашникова, а зараз освоили еще и сучасные артиллерийские ракетные комплексы. Тульский машинобудовничий – один из старейших заводов России. Свою историю он отличивает с 1872 года. Хоть в угле вытворчивостью зброи у Тулы займается еще с 15-го ста годя, вырабленные у Тулы 37-мм автоматичные гарматы оснащается наша бронетехника. Хоть только зброи супрацовництва не обмяжовывается, с этого года у Тулы почали реализовывать проект по вытворчивости сучасных станков. На заводине Утуевы започняя твердь ста годя у России станкобудовництвом практически не займались. У адрозни нет Беларуси. На протягу двух наступных годов на предприемстве планують заменить импортное обсталевание. При том, что кошт белорусско-российских станков тоннеет за тэш японские и итальянские, теряет основных партнеров акционерное товариство «Станка Гомель». Мы с ним создаем сейчас два новых станка. Вертикальные и горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры, разработка гомельских специалистов, ну а частично делаем сборку у нас и ряд узлов делаем у нас. С ООО «Элмис» город Гомель мы занимаемся ремонтом уже ранее выпущенных в советские времена станков, значит, ремонтируем это оборудование. С нашей краиной на заводе Уогли завязываются великие планы. Той же станкобудовничий проект в 2019 году повинен выйти на узровень 500 миллионов российских рублев. Это предполагано в 20 разов больше, чем зараз. А прежде того, размыва может идти об сопротивлении автогазовой сферы и автомобилебудования, плюс инструмент для просовки металлов и сучастные руховики. А почвы Беларусь уже набывает, а ли на заводе лечить, что контакты могут быть больше активными. В частности, если говорить о концевом инструменте, ну, концевой, вот видите, да, это сверла, фреза и так далее, то мы уже эту задачу решили. Мы уже не покупаем импортный инструмент, мы уже сегодня даже продаем соседним заводам. Поэтому, может быть, это будет интересно и белорусским предприятиям. На гербе тульского машинобудовничего знакомитый левша, як символ рабочего майстерства. Причем тут совсем не супрось, зарабить левшу еще больше профессиональным. Вот им леку про супрационницу с белорусскими партнерами. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель», Стулы, Российская Федерация. Первый в области и третий в Украине. У инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Жлобинским районе сегодня урочисто открыли Центр обслуговывания платильщиков. Для того, как трапить до специалиста, достатково отримать талон с номером электронной чарги и крыху подшакать. У тем, что работа Центра спросит життё податкоплательщикам, смогли уповниться и наши корреспонденты. Насельництво Жлобинского района – свыше 100 тысяч человек. Тут размещены не только буйные промысловые объекты. Активно развивается средний и малый бизнес. А это поступление в бюджет и в кончатковом вынике финансования адукации, аховы здоровья. Как платить податки было худко и по-сучасному зручно, у Мясовой податковой инспекции по инициативе Министерства открыли Центр обслуговывания платильщиков. Предпринимальники, до речи, за новинкой поназирали и сделали властные выводы. Мы посмотрели, оценили эту систему электронной очереди и пришли к выводу, что она очень проста, удобна, рациональна. Не надо бегать по кабинетам и этажам. Все обслуживание находится на первом этаже. Усе работы по створению Центра обслуговывания платильщиков отрималось выконать за полгода. Даречи, и у самой податковой инспекции у сего 4 года тому зарабили капитальный ремонт. Зараз тут працуют каля паусотни специалистов. Обслуговывать платильщиков будут 13. За день празых пройдет до 35 человек. И каля ранее наведвальникам доводилось сядеть у черыхах под кабинетами, зараз достатково отримать талон и отпадшить у специальной зале. А подчас размовы с податковым инспектором будет вестися аудиозапис. До речи, для детей зарабили угольнявую зону. Иногда из-за нехватки времени налогоплательщик приходит с маленькими детьми. Поэтому мы создали маленький уголок конкретно для детей, где есть доска, где можно просмотреть мультфильм, где можно что-то разрисовать, где можно почитать сказки о налоговой системе. Зараз у Жлобинском районе зарегистровано свыше 2 тысяч 100 индивидуальных предпринимальников и каля 1300 юридичных особ. И кабины своей часовой оплатили податки и отримливали актуальную информацию об усих изменениях законодавства, потребный сучастный подыход. Центр обслуживания плательщиков – это тот орган, который призван обеспечить качественные услуги взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Простое налоговое администрирование, простота в оплате налогов, простота понимания налогового законодательства – это все следствие того, чтобы плательщик добровольно исполнял свои налоговые обязательства. Это и есть главная задача. Створение центров начали с Минска. В перспективе такая практика расповсюдится по всех областях. Что тычется нашей, то вслед за Жлобином центры обслуживания плательщиков появятся у Гомелли и Мазиры. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомелли» с Жлобина. У ближайшую суботу, 8 лепеня, мясовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На питание Жихару у Гомельской области откажет наместник старшини Абл Выконкама Уладимир Александрович Привалов. Звернуться до него можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеле 75 12 37. У ГТШ с Угомельским Гарвыконками промую линию проведет наместник старшини Сергей Анатольевич Радюк. Нумер для звонков 75 18 54. На Мазирске нафтоперепрацовчий завод з Италии доставили два реакторы для установки очистки дизельного палева. Довжиня одного реактора 20 метров, вага – 170 тонн. Термин их выработки с уликом доставки склав 15 месяцев. Зараз МНПЗ протягивая реконструкцию иснуючей установки гидроочистки. Модернизация позволит повеличить объем вытворчасти палева с полепшенными уластивостями. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеле отбылась 32-я спровоздачная выборная конференция областной организации БРСМ. Она была организована в формате открытого диалога, в рамках якого делегаты всей области обмерковали проблемные питания молодежи региона. Поспехи у молодежной политики, а так само планы на ближайшие три годы. Подробности в наступном сюжете. Зимовая веселка, Королева весна, Аутосеньяры – та запущенные три годы у молодежи региона з'явилось и шмат новых проектов, не которые доросли и до республиканских. Гэты и иншие досягнения огучены на спровоздачно-выборчей конференции. Выники такие – запущенные три годы працал от Кавана, кали 54 тысяч молодых людей. Для пораунания попередняя третья годка охопила на 15 тысяч человек меньше. Тепер студатрадовский руководитель, шины сярод лепших Украине, волонтерская деятельность так само на лидирующих позициях. И, вядомы, обошние три годы не обошлись без перемога в конкурсе «100 идей для Беларуси». Так, сё лета зузнагорода из Минска вернулся Максим Кирьянов, уникальная пельчатка, якуха обошла у всех конкурентов. Довольно неожиданно для меня была победа на этом конкурсе в номинации «Медицина, формация, медицинское оборудование». Конкурс был очень полон эмоций, знакомство с новыми проектами, с интересными людьми и горы впечатлений. Это хорошо, это позволяет развиваться молодому поколению и продвигать свои инициативы в будущее. Сегодня БРСМ на Гомельщине объединяет амаль 90 тысяч человек. И эта лечба постоянно растет. Наступные три годы головные направки деятельности БРСМ в нашем регионе застанутся неизменными. Это поддержка отрядов, аховы правопарадку, навыковой деятельности, талиновитой молоди и организация вольного часа. Патриотичное выхование, працевладкование, развитие международного молодежного супрациониста, информационная работа и, вядомы же, волонтерство. Плануется поляпшать якость работы. Так само на конференции отбылось обранье актива Гомельского областного комитета БРСМ. По выниках, первым секретаром выбраны Игорь Завалей, другим Юлия Липовская. Конечно, волнительно, потому что вроде как бы три года за спиной, но еще три года впереди. Есть о чем сказать и, наверное, есть, что предложить на эти будущие три года. Как недавно озвучил глава государства на форуме России и Беларуси о том, что Беларусь должна стать айти страной. Мы сейчас будем уделять этому внимание и не только поиску молодых людей, которые занимаются айти-проектами, а, в принципе, продвижению этого направления среди молодежи, популяризации его. Одним из значимых масштабных наших проектов был, есть, я думаю, будет в следующем периоде работы наша акция благотворительная «Все краски жизни для тебя», благотворительный марафон, который реализуется во всех районах. И в этом году мы, конечно же, в будущем периоде сконцентрируем все силы, чтобы этот марафон состоялся, прошел абсолютно в каждом районе нашей области. На парадку дня так само обрани делегатов от Гомельщины на 43-й Республиканский съезд Союза молодых на встрече обмерковали инициативы, которые наши делегации проведут в Минск. Так, одна из них за крайне взрослую категорию членов РСМ. Представники Гомельщины пропонуют повеличить до 35-ти годов. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадо, компания «Гомель». Сегодня у Гомеля на базе Белорусского державного университета транспорта открылся военно-патриотичный лагерь «Курсантты». Первая лагерная змена собрала 25 подлетков, которые находятся на разных видах профилактического улику. У многих непростые относены с законом, но наступные девять джен, они будут жить, как соправданные курсанты военно-транспортного факультета Белдута. Кожный день лагера расписаны по хвилинах. Строгие режимы объеднали с насыщенной культурной и спортивной программой. Для подлетков организуют экскурсию у войсковую часть, Центр безпеки института МНС, выратовальную станцию «Асвод», а так само у музеи, кинотеатры и боулинг. Школьники познайомятся с молодежными субкультурами и сустренутся с письменниками Гомельщины. У программе есть и новое увядение. У подлетков будет махшимость попрацовать на комбинате «Усход». Некоторые хлопцы селиты приехали у лагеря в другой раз, чтобы добро провести каникулы и увидеться сябрами. Программа была разнообразная. Посещали музеи, ходили всякие развлекательные. Программы были в кинотеатрах, в парк прогуливались. Много чего интересного. Спортивные программы, футбол играли с другой частью. Самая большая запоминность – это комната, в которую заходили, выбегали, она была задымленная, было эффектно, красиво, понравилось. В Своинской части есть друзья, которые были в том году нашими вожатыми, остались у меня в друзьях. «Электробеспекка в отшима детей» – выстава дитячих малюнков открылась у картиной галереи Гаурейла Вашенки. Проект ладится суместно с управлением Адукации Аблова-Канкама и филиалом «Энергонагляд» РУП «Гомель Энерго». Выстава организована у рамках республиканской акции «Беспечное лето-2017». Головная мета – нагадать подрастающему поколению о правилах электробеспеки. Отсутность належного контроля сбоку дорослых уперед каникулам. Жадание детей отшуть себе самостойными. Игнорование ими забороняльных знаков Часом приводят до трагичных наступствов. Змыты выхования культуры энергоспоживания И попереджения травматизма, Энергонагляд и управление Адукации Штогод ладят областный тематичный конкурс. 30 малюнков демонструют наступство Самовольного проникнения детей На территорию дейчого электрообсталявания. Наближение их на недопущальную адлеглость До проводов линий электропередач. Неправильная эксплуатация Бытовых электроприборов, А так само широк інших життёвых ситуаций. До того ж, юные новые двойники выставы Могуть обачать цикавые мультфильмы, Якие распавядаюць об небеспеции, Звязанной с электричностью. Детская психика, они больше воспринимают Скажем так, в игровой манере, И поэтому всё это и проводится так. Сама ситуация нарисована так, Как мультяшная, чтобы было проще для восприятия. Вопрос, несколько вариантов ответа. То есть дети сами выбирают, по их мнению, Правильный ответ. Если, скажем так, ответ действительно правильный, Ну тогда всё хорошо, нет, Значит, приходится детям пояснить, Что вот нет, здесь вот всё-таки, наверное, Нужно было поступить несколько по-другому. Гомельчане смогутся особисто пагутырыць с поэтом и сатыриком Уладимиром Вишневским. 7-го липеня телеведучий актёр и шоумен Проведзе творшую сустрэчу. Сегодня Уладимир Вишневский – Один самых цытуемых российских поэтов. На его рахунку 18 книг. Послухать верши и ближе познайомиться С неординарной творчостью письменника Можно будет у Палаца Румянцевых и Паскевичау. Гэты и инши новины вы можете знать на нашем сайте У интернете по адресе www.tvrgomel.by Далей у эфиры спортивный агляд З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.